Всем привет, друзья! С вами Ирина Горнева, и сегодня мы с вами посмотрим ещё одну концепцию, которая достаточно классическая, но при этом она очень связана с ребятами. И вот почему. Максим и Татьяна — это те ребята, чью концепцию мы сегодня с вами будем смотреть, они достаточно давно уже вместе, и у них был такой интересный эпизод в их жизни, когда Максим, проходя мимо рынка цветочного, забежал и купил Татьяне луковицу с лилией, и придя домой, подарил ей эту луковицу с лилией, которая была очень-очень высокая, её, естественно, нужно было посадить. И, в общем-то, периодически в их жизни действительно появлялись эти цветы лилия, и, читая анкеты, мы увидели, что и у Максима, и у Татьяны, в общем-то, это любимые цветы, поэтому мы решили, что лилию нужно взять как основной цветок на наше мероприятие. Вообще могу сказать, что если посмотреть Пинтерест и любые другие сайты любых других декораторов, то вы вот даже при всём желании не встретите декор с лилиями, их просто нет, понимаете? Вот попробуйте, поищите ради любопытства, их просто нет. Лилии незаслуженно обделили вниманием, и их очень редко используют в качестве декорации. Мы решили сломать стереотипы и сделать концепцию с лилией. Значит, зал у нас, это такая верандочка стеклянная, такая просторная, красивая. При всём при этом нам нужно было использовать лилии и соблюсти желание невесты, чтобы было, не было цветов на столе, потому что ей очень хотелось, чтобы было что-то такое минималистичное, симпатичное, но при всём при этом интересное. Поэтому мы привезли сюда, ну не привезли пока ещё, но нарисовали привозные столы для гостей, нарисовали стол, который мы привезём специально для молодожёнов, и на столе у гостей стоят только свечи, больше ничего. Но при всём при этом везде, рядом со столами молодожёнов, большой такой букет из лилий, да, который как раз-таки очень у нас ассоциируется с нашими молодожёновами. Рядом со столом молодожёнов также большой букет из лилий, и наверху подвес также из лилий, то есть лилии, они, знаете, так друг на дружку, вот так вот, как бусики, да, как бусики на Гавайях. Друг на дружку нацеплены, да, как правильно сказать, и свисают сверху, и выглядят достаточно интересно и необычно. Но, помимо всего прочего, здесь, кстати, если говорить про президентный стол, здесь есть ещё и задник, который мы увеличим немножечко в размерах, он здесь пока маловатый, мы сделаем его больше, этот задник размером, и он серого цвета, который, цвет задника подходит под цвет пола, под цвет стульчиков, и на заднике также изображение лилий и изображение вот этих вот бусиков из лилий, да, которые у нас дублируются как раз-таки в качестве подвеса. Мы расположили столы тоже достаточно необычно, потому что нам хотелось соблюсти, да, вот эту вот форму лилий, и если посмотреть, то у нас есть центровушка, то есть центральная часть, на которой изображены лилии, и столы изображены как лепесточки лилии, то есть они сделаны вот такой вот галочкой. Мы поставили их не прямо, да, как-то, не там, не буковками какими-то, а именно сделали вот такими лепесточками, что тоже продолжает нашу тематику лилий. Наверху на потолке мы сделали огонёчки, чтобы вечером это было достаточно уютно, симпатично и приятно, и мы поменяли всю посуду, то есть посуду сделали достаточно элегантную, красивую сервировку. Вот этот вот круг посередине, это, естественно, мы будем делать, этого нет изначально на площадке, мы будем приклеивать, это будет наклейка, либо это будет пластиковый круг, да, с изображением, с нанесением, но в общем и целом это будет ощущение, что действительно как будто здесь всё так и было, и будет достаточно элегантно, я думаю, всё это выглядеть. Так, дальше, чуть ближе рассмотрим с вами президентный стол, покажу. Значит, президентный стол прозрачный, привозной, мы специально привозим, планируем привезти этот президентный стол, и на втором ярусе президентного стола лежат тоже цветочки лилии, скорее всего, они будут декоративные цветочки, и вот здесь вот как раз про то, что я вам говорила, что такие бусики из лилии, здесь поближе продемонстрировано, как выглядят эти бусики из лилии, чтобы было понимание, но мы будем перерисовывать, так как это у нас сегодня была первая встреча по концепции, поэтому, скорее всего, мы будем предлагать ещё варианты, и будем перерисовывать, и предложим ещё вариант оформления президентного стола, потому что невеста попросила что-нибудь ещё ей показать, как можно сделать иначе, поэтому мы ещё раз порисуем. Мы любим рисовать, поэтому ещё раз нарисуем. Далее, вот таким вот образом выглядит гостевой стол, то есть можно было бы взять, конечно, обычный стол и положить скатерть, но нам захотелось, чтобы всё было достаточно элегантно и симпатично, поэтому по плану мы привозим стол, и посмотрите, какие у него ножки симпатичные, такая резная ножка, вот этот букет лилии рядом с этим столом, и за счёт того, что достаточно элегантная сервировка, то есть там красивая постановочная тарелка, которая привозится специально с золотой такой каёмочкой, красивые очень бокалы, бокалы, кстати говоря, такие перламутровые, то есть здесь плоховато это видно, что они перламутровые, но на самом деле они перламутровые, то есть это прям тоже интересно достаточно. Красивые очень подсвечники, то есть тоже такие золотые подсвечники, и в целом, в общем, сервировка будет достаточно элегантная и симпатичная, и несмотря на то, что на столах нет цветов, в целом будет выглядеть очень оформленно и очень элегантно. Далее мы нарисовали ребятам вариант церемонии, так как у нас на площадке есть дерево, которое как-то нужно либо вправо, либо влево, либо перед ним ставить это дерево. Поэтому мы решили уйти немножечко в стороночку от этого дерева и сделали арочку немножко в сторонке, чтобы никоим образом оно нам не мешало, не мешало молодоженам, не мешало расположению арки возле этого дерева. Поставили стульчики беленькие. Здесь мы всё сделали такое беленькое, светленькое, и опять же продолжили нашу тему лилии. Заметьте, что здесь мы не положили никакой дорожки. Мы сделали узор из лепестков роз. Ну, возможно, это будут лепестки роз, возможно, это будут лепестки не роз. То есть это просто белые какие-то лепесточки, и молодожены пойдут по этому узору. Он будет, скорее всего, приклеен, этот узор, поэтому невеста с шлейфом своим не испортит тот узор, который, ну, по крайней мере, не должна испортить тот узор, который мы сделаем специально для ребят на церемонии. Арочка здесь небольшая, она достаточно такая сдержанная, такая однотонная, всё-таки очень беленькая, классическая, и продолжающая как раз-таки ту тему, которую изначально мы задали. Помимо всего прочего, помимо того, что мы сегодня нарисовали зал для ребят, нарисовали зону церемонии, мы ещё и предложили варианты плана рассадки для ребят, немножко посмотрели, что это может быть, предложили варианты тортиков, но это пока просто первые мазки, да, первые намётки, как это может быть, и предложили варианты букетиков. Мы подумали, что, конечно, сделать ещё и букет из лилии, это будет перебор, поэтому остановились на варианте букетов из кал, потому что нам показалось, что это будет максимально подходящий вариант для нашей концепции, которую мы изначально создаём и рисуем. Сегодня была первая встреча для ребят по вот этой концепции, естественно, мы продолжим обсуждение, продолжим рисовать, и я, в свою очередь, покажу вам ещё варианты, как мы перерисовали и к чему мы в итоге пришли. Если вам нравится такого плана видео, то обязательно напишите мне об этом в комментариях, жду от вас пальчики вверх в качестве поддержки моему каналу, потому что если вы не будете его поддерживать, то мои видео затеряются, и канал потихонечку будет умирать, поэтому очень важно, чтобы вы поддерживали канал своими пальчиками вверх, своими комментариями, своими подписками и включённым колокольчиком. Всего хорошего и пока!